Российские законы писались под жестким контролем мафиозных структур, я могу так сказать. Я считаю, что современная вся уголовно-процессуальная система и в России, и в Европе, она не способна бороться с современными формами организованной преступности, особенно в России. В России принят псевдо-либеральный, псевдо-демократический уголовно-процессуальный кодекс. Уголовный кодекс, где фактически очень сложно применять, использовать оперативно-рискные материалы. Очень усложненная судебная процедура. И в этой связи и возникает все. На того же Михаила было много оперативных материалов у тех же швейцарцев, но они их не вмонтировали в уголовный процесс. Это все осталось у них за бортом уголовного процесса, только у полиции. Потому что действующее законодательство либеральное, потому что в основном и Европа уделяла больше внимания борьбе за права человека, защите банковской тайны, защите офшоров, защите всего, чего можно. И совершенно не готовилась к тому, что угрозу будет составлять не нарушение прав человека, а угрозу будет составлять современные формы организованной преступности. Вот в чем суть. После событий 11 сентября, законы сейчас в России не способны бороться с мафией. Если даже структура уничтожена, если у нас уничтожен институт конфискации имущества, как вид уголовного наказания, оставлен только как иное средство уголовного правового воздействия, непонятно, что это такое. Вы понимаете, что такое? Ну как бы вот украли, украл человек 100 миллионов. И у нас всегда в России действовал нормальный институт конфискации, как вид уголовного наказания. Украл 100 миллионов, нашли эти 100 миллионов, вернули. Не нашли 100 миллионов, описали все твое имущество в стране, значит, вышли на зарубежных партнеров, там арестовали имущество, описали, продали его, нашли активы, на эту сумму вернули. Это все называлось конфискацией, как вид наказания, как вид наказания. А оставили как уголовного, надо доказать, что эти средства, которые найдены, они получены преступным путем. А как вы это докажете? Какой особняк или яхта получена преступным путем, а которая неприступным путем? В результате никто ничего не описывает. Человек платит деньги адвокатам, которые рушат все подходы. И вот поэтому в России сейчас не способны бороться с организованной преступностью. Борьба с организованной преступностью, это в основном использование института конфискации, как вид уголовного наказания, и правовых институтов борьбы с регализацией преступных доходов.